приветствую друзья всем огромнейший привет и знаете конечно понимаю что это не мои так скажем целевые покупатели которые пытаются меня уличить во лжи и так далее пишут комментарии что этот дом видели в объявлении на авито например дома стоит 50 миллионов рублей например на авито видели за 25 или дом например стоит 250 миллионов рублей а на авито видели за 28 ну я тоже вчера это посмотрел особенно мне в телеграме знаете чему хорош телеграм что ты можешь взять и анонимно что-то послать где там тебя дни номер телефона нет ничего и пытаться тебе всякую дичь втирать мы с вами сейчас проедемся по улице и по микрорайону который называется донская потому что почему-то последнее время люди стали к донской немножко по-другому относиться само собой я расскажу все плюсы расскажу все минусы сейчас попробуем прозвонить те самые объявлениям например вот нашел коттедж я конечно же кабын монтирует данный видеоролик я возьму и вставлю давно я там на коттедж снимал в обзоре да и цена была 39 миллионов рублей соответственно это у нас самый недорогой который а если хочется земли побольше что было то это 55 миллионов рублей в объявлении написано 25 конечно написано сочи улица видовая 50 тоже адрес не тот конечно но дом тот это та сам беседка и так далее давайте попробуем с вами позвонить потому что сами понимаете надо же расставить цветочки на такие значит значит так через авито не получается не получается позвонить почему-то странным я же вроде работает она все работает почему не получается непонятно ладно давайте попробуем еще раз еще раз попробуем так авито позвонить алло странным номер временный позвонить владать его взял по-другому через авито у нас не получается позвонить попробуем позвонить так разговор может быть записан и абонент занят и не может сейчас ответить на звонок так как данный все хорошо давайте поэтому понятно что скорее всего занят это мне будет потом перезванивать и типа типа будет начать дом двести десять метров те люди которые меня давно смотрят понимают что данный дом находится у нас ручей видный здесь же у нас написано что адлерский район улица войтенко на войтенко это ровно поверхность априори не может быть такого такого вида давайте попробуем позвонить попробуем посмотреть от дома ну для интереса да сейчас я с вами проедусь от дублера курортного проспекта хочу вам показать заезд на донскую плюсы минусы и параллельно попробуем с вами все таки выяснить выяснить все сбой вызова да давайте попробуем еще раз позвонить давайте попробуем еще раз позвонить но такие заманухи обычно делают для того чтобы вы позвонили и в базе остается контакт ваш контакт остается и потом вам нужно начинает перезванивать это так называется лидогенерация вы реагируете на этот дом собираетесь по нему узнать но разговор может быть записан давайте все хорошо у нас опять сброс давайте посмотрим еще одно объявление там этот дом стоит немножечко подороже алла алла да звоним друг другу да здравствуйте здравствуйте а я по объявлению по по дому звоню да спрашивайте ну я хотел бы подъехать у меня много домов ну вот я вы какой дом который 27 или 30 нет который 27 миллионов который в стиле хай-тек с ремонтом который находится в адлере я поняла смотрите этот дом реально на самом деле существует но стоимость у него 79 миллионов а уж извините что так цену ставим потому что работаем с разными городами и чтобы уже обхватить всех клиентов сейчас по телефону сразу говорю как оно есть у меня большая база домов более 400 460 где-то домов то есть могу вам подобрать отправить реальные линия на ватсап ознакомиться и можем проехать посмотреть каждый из них данный дом 79 а где он находится данный дом где он находится улица звездная улица звездная а там же у вас вроде на Войтенко написано Сириус опять же объясняю так как работаем в Сочи единственный год ну здесь покупатель 90 процентов не местный и люди все что не местные не звонят туда в горы они звонят только на первую береговую а поставить 460 объявлений это по полторы тысячи рублей скажем так крайне накладно и опасно потому что у нас высокой конкуренции коллеги у меня просто будут воровать эти дома но я не для этого целыми днями езжу их собираю чтобы у меня конкуренты забирали эти предложения поэтому боремся за эксклюзив я все равно ничего если честно не понял я вот хочу дом с ремонтом за 27 миллионов рублей на улице Войтенко который находится в Сириусе все правильно же вот я смотрю вот сейчас объявление думаете мы просто смотрится я вам говорю это рекламное объявление то есть дом реальные но это рекламное объявление оно дороже и в другой локации подобные предложения есть и до там 50 до 60 в районе там 40 миллионов тоже есть подобные хорошие предложения с ремонтом есть и дешевле но это будет более скромно есть без ремонта сейчас акционные предложения очень хорошие по 10 миллионов по 8 застройщик опустил то есть цена 28 30 но не без ремонта а что за 10 миллионов я могу купить за 10 миллионов за 10 нет скидка имею ввиду 10 миллионов а 10 миллионов скидка хорошо и сейчас да ну на вскидку какой дом вы мне предлагаете ну чтобы я мог купить в пределах 25 там 30 миллионов рублей я бы наверное предложила бы вам лучше всего взять дом без ремонта я бы вам отправила несколько предложений ну вы мне скажите примерно где находится примерно где находится какой дом это ориентир ориентир где КП Зеландия знаете Черешня дорога там прям ровный асфальт 10 минут до Сириуса Молдовка Черешня есть на самом Сириусе дома стоят в районе от 150 и пошли вверх и 400 и 500 то есть вот эта локация Войтенко это самое дорогое вот этот пятак это он самый максимальный а вас как зовут? меня зовут Наталья лучше всего взять без ремонта и чуть позже уже сделать ремонт но зато у вас будет очень достойный дом который потом будет стоить очень дорого пока есть акционные предложения а смысл в этих предложениях смысл я просто не могу понять в рекламных вы имеете ввиду? я не знаю это не реклама я в своем городе на авито взял посмотрел дом мне понравился поехал и купил первое первое это конкуренция приедут у нас каждый второй риэлтор это Сочи то что все продается все риэлторы завтра будут стоять на этом доме и я не я его уже продаю его продают все все я его уже не эксклюзив это первое второе 90 процентов все мои клиенты я их встречаю с самолета все прилетели с какого-то города но клиент психологически хочет купить дом прямо на берегу моря за 3 рубля хотя все знают что этот город самый дорогой но все верят в сказку поэтому кто-то ставит по 3 миллиона дома и тут уже ничего не делаешь ну я сама 14 лет работаю 12 лет я работала в Хабаровске и в жизни не поставила фейка когда я сюда приехала мне пришлось себя переламывать мне пришлось то есть как я не старалась все равно работать порядочно ставить дома то есть я столкнулась столько ударов перенесла что мне пришло все-таки делать как делают все либо я не заработаю ничего не продам ничего но к сожалению такой рынок он сломан его уже не поправишь здесь сюда все приезжают все хотят удержаться все здесь хотят жить работать и только враньем ну я вам по крайней мере сейчас на первом этапе это говорю все остальные будут врать до последнего люди продают квартиры приезжают сюда с этой чуть-чуть денег и понимают что они купить ничего не могут у них все продано они им врут в трубку да он реально приезжайте а завтра он скажет что там арендная земля что там еще что-то он продан но у нас любят люди обманываться ну если вы уже если вы обманываете это же не надо что нас люди любят обманываться как только берут руку я вам честно говорю то есть честно признаюсь рекламная если есть желание купить дом я вам помогу потому что я занимаюсь гостиницами домами это вот мой узкий профиль ну и у меня там крупные участки земли то есть мелкими не занимаюсь то есть предложение по домам у меня много есть сайт я могу вам отправить там 450 домов вы можете сами посмотреть что-то но там не все дома то есть более эксклюзивные там некоторые я их туда даже не размещаю все что там вы видите это все реальное можно поехать посмотреть выйти на видео ну и опять же одно объявление полторы тысячи рублей 400 домов умножаем на полторы тысячи рублей нет смысла человека который адекватно он это ну поймет и все идем дальше работаем а вы считаете что бюджет 30 миллионов рублей для дома это маленькие вот вы говорите что за три копейки я же это не три копейки ну в Сочи ну я бы вам предложила на данный момент у меня сейчас есть ну два моих любимчика один стоит 31 миллион второй 28 это вот прям самые вот два топчика ну реально хорошие они с бассейном один с бассейном второй без бассейна но там есть где его установить и там ну поселок хороший расположение хорошее у вас вокруг то есть вы вроде в коттеджном поселке но он у вас как бы с краю а у вас вид идет на зелень ну его надо смотреть и там как бы ну такие соседи у вас будут там наши там знаменитые фигуристы хоккеисты то есть такое соседство хорошее слушайте вы говорите что вот все риэлторы так работают я просто подписан на пару блогеров в ютубе и они всегда озвучивают такие цены какие и есть например этот дом который вот я смотрел на обзоре это у вас фото дуплекса там да целиком можно дом купить и там он так и озвучивал там один дом 79 миллионов и другой дом стоит 76 я не спорю у нас есть такие да нам тоже говорят Наташа у тебя столько домов почему ты не ведешь страничку честно не умею вообще сити это не мое не просто вы говорите что все риэлторы так работают ну вот я говорю знаю например я подписан вы думаете я не ворую эти дома я тоже пойду и завтра украду этот дом в смысле украду а он же не крадет он просто снимает этот дом ну я тоже приеду и вот сниму познакомлюсь с собственником да скажу что я агент и скажу да Наташ тоже продавай ну я понял но он же в своих видеороликах достоеверную информацию дает он же не делает замануху такую как вот у вас там на авито получается а вы будете ну чего взяли у него просто есть и сайты и по любому у него есть рекламные объявления они могут быть на любые номера от кого угодно у нас все работают просто вы зашли через сайт если бы никто если бы я не знаю сын бы мой жил со мной в городе он бы тоже меня вел этот сайт но я не умею это делать нет я не сайт я говорю что я смотрю например на ютубе и там риэлторы озвучивают реальные цены да конечно там дорого все ну вот я думаю перепроверить думаю может быть у него ездит на Porsche Cayenne думаю может быть там действительно дом стоит 28 миллионов рублей по сути а он продает за 76 и поэтому так хорошо и прекрасно в Сочи живет поэтому я и нашел ваше объявление сделал скриншоты и через яндекс поиск нашел и оказывается у Максима Коломейцева этот дом стоит 76 миллионов рублей дуплекс а у вас получается 79 он стоит 79 миллионов он стоит 79 он не стоит 76 нет там две секции одна стоит 76 другая стоит 79 две секции да две секции одна 76 другая 79 ну я смотрел у него обзор такой получается он там правду говорит а вы получается на авито берете его эти заблуждения а я ему еще говорю ты дурак что ли такие цены ты что дебил до моря далеко до всего далеко а он говорит нет такие цены а он сказал что это фейк ну да я ему даже переслал ваше объявление у меня есть дом миллиард двести стоит а есть два с половиной миллиарда эти дома я вообще никогда в жизни даже вообще я туда только привезу я даже отправлять не буду то есть настолько это эксклюзив туда только везти в общем в сочи риэлторы все да бесполезно меня вид осмотреть все там будет объявление фейковые все будет ваши коллеги так же делать да 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 понял спасибо да у меня будет больше времени я обязательно заведу себе тоже человека который будет мне вести youtube канал это классно вот чтобы не понимали там где локация да а так как бы ну к сожалению так с удовольствием бы все исправила но мы все хотим кушать и ну вы же строите свой бизнес на обмане правильно но смотрите вы ну как на обмане это рекламное объявление вы мне позвонили я вам дальше не вру я вам честно признаюсь вы не потратили ну там денег или еще что-то вы не прилетели сюда вы не поехали куда-то не потратили свое время бензин вы мне позвонили я вам сказала я считаю что это честно а все остальные риэлторы вам будут говорить что да это реально и вы приедете уедете с работы там я не знаю там время которое могли провести с семьей там еще что-то там пойти поработать и вам пока там на месте будут нести чушь лучше которым это не так вот потому что нет потом его слепили из разных фотографий в Испании например в Италии понял спасибо большое спасибо поэтому тут тут как бы да вам решать будет желание да звоните долог много подберем спасибо большое до свидания до свидания да ну кстати одно хорошо да что взяла сразу примерно там как бы обозначил до последнего есть конечно у нас и другие варианты когда у нас мурыжит до последней капли крови ну там алло да 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 я вам тут еще самое важное сказала что у нас еще в Сочи делают то есть вот вы сейчас чем больше вы будете звонить по объявлениям а у нас стоят ну я как бы частный да я уже в компании не работаю но у всех компаний стоят считывающие устройства там специальные программисты работают и вы на какой сайт не зайдете на какое объявление не позвоните вас считывает программа и потом по всем агентам ваш номер разлетается да и вас просто замучают идите здравствуйте вы ищите дом в Сочи так что к этому тоже будете готовы понял спасибо большое спасибо да спасибо до свидания ой какая видите заботиться обо мне вот видите какие заботливые есть риэлторы ну да ну само собой можно конечно прозванивать еще и другие те же самые объявления да там не знаю но факт да остается фактом и даже не знаю что вторая половинка продается за 76 миллионов одна за 79 ну да ладно как бы это даже не целиковый дом это дуплекс смотрите мы с вами доехали до получается до кладбища просто многие говорят что прямо Донская находится на кладбище у нас в Сочи 109 кладбищ и по большому счету как бы здесь тяжело найти локацию где бы не было у нас того же самого кладбища ладно мы сейчас давайте с вами попробуем еще одно объявление посмотреть прозвонить у нас там еще такая есть Снежана да это у нас была Наталья и Снежана у Снежаны тот же самый тоже дом но немножко уже подороже он выставлен смотрите вот здесь в принципе вот если мы будем с вами смотреть вот этот микрорайон вот например от кладбища вниз это как раз вот все относится к Донской соответственно чем выше в горы да тема ну чем дальше от основной улицы Донская тем соответственно у нас становится более доступное жилье тоже чтобы вы это понимали соответственно в этой локации есть в том числе и дома не могу сказать что это локация прям супер далекая нет в целом как бы для частного дома здесь видите нормальные подвезные пути во всяком случае я ничего такого плохого здесь ну не увидел ну серьезно говорю я вот не увидел это у нас что у нас было кто там у нас контакт это у нас Анна вообще почему-то там было другое вот этот домик тоже продается он стоит 15,5 миллионов рублей но и до собственника не могу уже давно дозвониться просто чтобы на секундочку когда говорите что домов не бывает нет бывает даже дома в стиле хай-тек бывает за вот такие деньги вот здесь соответственно домик есть один на продаже коттеджи поселок который называется КП Воскогорный и здесь есть домик 11 с ремонтом за 45 миллионов рублей в общем такие цены тоже есть вот здесь например мы с вами видим жилой дом который называется Балкан это квартирник все хорошо все прекрасно лифт есть все там например цены примерно от 250 тысяч рублей за квадратный метр вот 250 тысяч рублей за квадратный метр теперь конечно же мы можем с вами обычно как у нас делают люди которые приезжают которые приезжаются по локации потом открывают на авито на авито ставят геолокацию и пытаются найти что там в этой локации продается во всяком случае я бы так сделал но по сути да вы будете попадать на те же самые фейки здесь мы с вами видим ЖП так называемые жилые помещения это жилые помещения которые построены на земле предназначены для индивидуального жилого дома это не квартирники это те самые жилые помещения жилые помещения здесь имеется доля в доме и имеется в том числе и ну либо доля в доме да если это после 2022 года были введены либо отдельно выписка на жилое помещение и доля земли идет пропорционально вот количеству жильцов которые живут это все у нас ЖП ЖП и так далее опять же да многие делают большую ошибку ориентируясь на безопасность в доме примерно так раз там есть магнит значит там все безопасно все хорошо прекрасно и замечательно это заблуждение потому что магнит у нас в отличие от Макдональдса помещение не покупает они их арендуют соответственно если например находится в доме например в том же самом жилом помещении находится тот же самый магнит это не говорит что дом законный и там подобный это говорит о том что просто здесь и сейчас зашла компания чтобы срубить как можно больше бабла соответственно это у нас такая объездная улица здесь мы с вами налево сейчас попробуем проскочить что у нас здесь авария или не авария и например вот если мы с вами по этой улице проедем да это та самая улица Тимирязева то здесь тоже есть у нас те самые жилые помещения вот они с правой стороны и также есть у нас те самые квартирники которые вы можете тоже купить например жилой комплекс Grand Park здесь можно купить квартиру двухкомнатную от 13600 13650 вы получаете 2 изоливерную комнату вы получаете кухню получаете балкон получаете вид на море получаете закрытую территорию детская площадка игровая площадка спортивная площадка в общем все что нужно вы здесь все получаете соответственно здесь от жилого комплекса Grand Park есть тротуар да он конечно не особо комфортный здесь есть магазин пятерочка дом кстати построился по федеральному закону 214 сдался по акту ввода в эксплуатацию к нему никаких претензий ни через год ни через два ни через три не возникнет соответственно здесь у нас есть те самые тротуары которые сделали сделали вот так вот ограждение потому что если бы не сделали ограждение то соответственно здесь бы припарковались бы те самые автомобили и вот здесь также мы можем увидеть с вами не только те самые да например жилые помещения но и здесь есть в том числе апартаменты что такое апартаменты апартаменты также вырастают у нас на земле предназначены для индивидуального жилого дома к примеру вот мы с вами видим апартаментный комплекс горельяж должен там через полторы недели на полторы вестись полностью в эксплуатацию он уже дом стоит на кадастровом учете соответственно конечно в администрации были тоже определенные вопросы к нему в администрации есть вопросы всегда ко всем объектам это хорошо когда вопросы есть плохо когда вопросов нет и соответственно он смотрит там те самые экспертизы правильный свет в общем такое тоже у нас имеется здесь конечно у нас дорога становится гораздо хуже Ну, здесь есть те самые дома, которые вы можете приобрести Дома, сразу скажу, в данном микрорайоне, они не так дорого стоят Ну, недорого это, ну, вот, например, один из домов я вам показал на Воскогорной за 15,5 миллионов рублей Также, ну, это 100 квадратных метров, также имеются здесь дома подороже Есть и по 30 миллионов, и по 35 миллионов, и по 40 миллионов Разные дома имеются Ну, плюс этого микрорайона заключается в том, что здесь, как минимум, есть две гимназии И есть еще частная школа бизнеса, ну, действительно хорошая школа И, по большому счету, даже если у тебя ребенок живет в центре Сочи, и ты живешь с ребенком То тебе все равно придется посещать ту самую школу, которая находится в микрорайоне Донская Соответственно, здесь тоже есть дома, эти дома сейчас ввелись в эксплуатацию Пять лет под ним были определенные вопросы Сейчас эти вопросы все-таки у нас пропали Если, например, мы будем смотреть вот эти дома Вы видите даже по окнам, что это хорошие, классные дома И они начинаются от 50 миллионов рублей Как бы дешевых, здесь особо ничего нет Потому что сама по себе земля здесь довольно-таки дорого стоит По одной простой причине, потому что каждый собственник земли мечтает, что купит какой-нибудь застройщик И возьмет, и на этом месте просто-напросто возьмет и построит тот самый многоквартирный дом и так далее Потому что покупать землю по 5-7 миллионов рублей за сотку и строить свой дом Притом это не будет дом мечты Здесь как таковые видовые характеристики отсутствуют Как таковые дороги отсутствуют Все здесь отсутствует Но благодаря тому, что там можно, например, Гранд Парк, например, стоит 250 тысяч А сомнительный дом, например, стоит по 130-150 тысяч Многие люди голосуют рублем И поэтому они все равно будут покупать себе всевозможную дичь И я не могу сказать, что в чем-то виноваты люди Нет, они ни в чем не виноваты Ну, просто, понимаете, не все же, например, правильно, грамотно прозванивают Не каждый попадется такой девушке, которая тебя возьмет и дистанционно сразу скажет правду Некоторые до последнего, да, приезжайте, я вам покажу, да Вы приезжаете, этот дом оказывается, что он оказывается вроде как продан И вам начинают предлагать искать альтернативы То вы смотрели себе дом по локации, где там Вайтенка, где там километр до моря Где там в Сириусе и тому подобное Где там вид на море потрясающий Хотя дома, которые стоят на улице Вайтенка, там нет вид на море Потому что там ровная поверхность И там море, там, не знаю, будет видно только если построить 7 этажей дом, понимаете А так-то вы не увидите ни со второго, ни с третьего этажа, а с четвертого этажа Но люди, когда выбирают себе жилье Особенно если вы находитесь где-нибудь там в регионах Вы смотрите, для вас самое главное, что было близко море Что там было близко то, близко все Ну, волшебства не бывает Как бы Теперь, что касается вот этой улицы, да Этого параула Тоже Если бы здесь были частные дома То вопросов никаких бы не имели бы Вот именно к этой локации От слова совсем Ну, так как здесь построились у нас те самые На квартирные дома И на квартирные дома не в том понимании, которое они должны быть А на квартирные дома именно в том понимании, что просто вот какое-то высотное здание Например, этот дом, да, он прослался чем? Здесь очень много было плесени Очень много было грибка Ну, в общем, дом оставлял желать лучшего Ну, вот как бы это Вот здесь у нас тоже, да Особенность у нас того самого Вот, наверное, вы все это видите, да Вот, особенность того самого Этого подъемчика Что таксист даже просто на Например, на той же самой зимней резине Он не может подняться От слова совсем давнего зимняя резина И не может просто подняться На мокрой вот дороге Таких мест очень много Где-то сама бетонка Я помню тоже Я удивлялся, ну, как так Я переехал в Сочи У меня Volkswagen Tourant Взял там дорогую резину Michelin там все И в один-трекрасный дождь Я просто не мог подняться в гору Пришлось ее объезжать Меня там друг толкал Такое тоже есть Поэтому, знаете, когда я жил в Орске Мне, при всем том, что там и минус 30 градусов При том, что там и снег бывает по колено все Мне полный привод был особо и не нужен Здесь же я понимаю, что без полного привода Здесь делать нечего от слова совсем Вы это сами сейчас прекрасно видели На примере того же самого таксиста Который просто не мог заехать Там горка, это одно название Согласны со мной Такие тоже моменты имеются Соответственно, мы сейчас попробуем все-таки Посмотреть тот самый дом Который у нас нафотографировали Попробуем Я его снимал Этот дом, вот именно этот дом стоит 55 миллионов рублей Есть аналогичный дом Который стоит Который стоит, ну, например, подешевле Да, здесь у нас звонок только через Да, кстати, почему обычно не берут трубку И почему обычно перезванивают Тоже я вам открою маленький секрет Почему именно так все это творится По одной простой причине Потому что понимает прекрасно Что запись разговора записывается И можно пожаловаться Поэтому, например, вы сейчас можете увидеть Что, например, Винсент недвижимости как таковой нет А есть, например, другое название Потому что заблокировали Хотя, как бы, те же самые риэлторы Значит, так Только через Авито А как же нам дозвониться по-другому? А, ребят Как же нам... А, вот Как же нам позвониться А по-другому не получается дозвониться По-другому не получается А, вот Сейчас попробуем дозвониться Алло Алло, да, здравствуйте Да, здравствуйте А я хотел бы дом посмотреть Так, вы звоните по дому Который, получается, за 28, да? Да А когда вам удобно посмотреть? Ну, не знаю Я могу билеты купить Там, в принципе, недалеко нахожусь В Москве Могу прилететь Хорошо Хорошо, Максим, смотрите Давайте я вам перезвоню Где-то через минут 40-30 И мы с вами договоримся Я просто сейчас на сделки в банке Мне не совсем это не разговаривать Ну, мне билеты стоит покупать Или не стоит билеты покупать? Дом не продан? Дом живой? Или не живой? Дом живой Я могу вам видео отправить Как бы, если хотите Можем билеты покупать, да? За 28 миллионов А скидка есть там какая-нибудь? Нет, скидки точно никакой нету А на кой улице находится еще раз? На кой улице находится? Улица Войтенко там указана Войтенко? Я просто смотрю по гугл-картам Там уродирована поверхность Откуда там может быть вид на море? Вот у вас тоже фотографии с видом на море Там уже ровненькая поверхность Откуда там может быть вид? Ну, значит, может быть Ну, блин, ну вы же К физику, наверное, научили Ну, как-то там расстояние получается Полтора километра до моря Соответственно, там, чтобы Можно было посмотреть Да, там это должно быть минимум Высота должна быть 22 метра Ну, как бы, по логике Максим, я сейчас нахожусь На подписании договора Вот сижу у специалиста Сбербанка Если вам удобно Перезвоните либо минут через 40 Либо я вам сама перезвоню Мне сейчас неудобно на ваши вопросы отвечать Ну, в общем, билеты могу покупать И мы сможем посмотреть Вы в городе, мы сможем посмотреть Все правильно, да? Да, я в городе Ну, мне прилетать Можно прилететь, а я посмотрю этот дом вживую Можете прилететь А если я прилечу и вы будете так же заняты Ну, как бы, давайте уж договоримся с вами Максим, я сейчас сижу на подписании договора В Сбербанке у специалиста Я с вами говорю, давайте я вам перезвоню Или перезвоните с вами минут через 40 И мы с вами договоримся Все, хорошо, давайте Мы с вами договоримся Всего хорошего, спасибо Аналогичный дом Аналогичный дом За 28500 Тоже я это объявление вставлю И Да, там есть вид на море И просто даже Даже неопытному Человеку, который дружит с головой Будет понятно, что Что-то, да, не так Да, улица Войтенко Хорошо, давайте посмотрим Что-то более-менее приближенное Дом Черновой 195 квадратных метров Давайте лучше его посмотрим Кстати, вот если мы с вами находимся на Донской Вот И вы захотели, например, на море Ближайший будет у вас пляж Это, конечно же, на Мамайке Вот так вы будете ехать Там, в принципе, автобус так же и курсирует Тоже вам сейчас постараюсь Все это Тихо, тихо, ребят, тихо Вы поворотник только хотя бы включайте Вот же у нас крутые перцы Субтитры сделал DimaTorzok Вот смотрите У нас ближайший пляж будет Это Санта-Барбара Через него можно пройти через Мамайский перевал Ой, извиняюсь Через Мамайский лесопарк Который находится с левой стороны И, в принципе, спокойно можете пройти Само собой Например, те же самые Гранд Парк Там подобные с этих локаций Дом моря будет 3 километра Но обычно эти 3 километра пешком никто не уходит Потому что, видите, здесь горы, косогоры есть И по большому счету Придется вам все-таки передвигаться Либо на такси Либо на общественном транспорте Соответственно, когда кто-то приедет Посмотрит, скажет Блин, не, не устраивает Хотим мы что-нибудь поближе И, как обычно, у нас люди берут и смотрят Мы нажимаем на Авито, например, ту же самую недвижимость Мы смотрим с вами дом, дача, коттедж Смотрим мы объявления На карте мы берем и смотрим, что же здесь есть И вот мы с вами раз И видим хороший домик Тоже постараюсь видеоролик ставить И мы начинаем с 30-50 метров Все хорошо, все прекрасно Улица у нас Мамайка, улица Плеханова Вот это улица Плеханова Все, ну давайте попробуем позвонить Подговор может быть запихан С левой стороны у нас будет пляж Алло Да, здрасте Алло Да, здрасте Здравствуйте Я по объявлению звоню по дому Да, здравствуйте, здравствуйте Ой, будьте добры Я пока на две минутки припаркуюсь вам перезвоню Смотрите, почему так сейчас говорит Потому что сейчас, на данном этапе Скорее всего, будет пробивать мой номер в Гетконтакте Посмотреть, что и как Это первое Второе Будет перезвонить со своего телефона Для того, чтобы разговор не был записан Потому что могут взять и заблочить Понимаете, объявления и так далее И могут аккаунт заблокировать Все Знаете, как хорошо мы друг друга помним Спасибо Хотя бы я ее ступил Ну и, соответственно, вот сейчас покажу Тот самый дорогу на пляж Также можно пройти на дорогу Вот на этот пляж Ну-ка, давайте я открою Гетконтакт Посмотрим, пробивает меня или не пробивает Значит так Вот он у нас здесь, с правой стороны Вот он у нас тот самый С той стороны за нами остался Мамайский лесопарк И через него тоже, конечно, проблема Здесь отсутствуют тротуары Идти, конечно же, некомфортно Само собой, разумеешься Но зато пляж близко Здесь у нас парковка запрещена Здесь у нас видом Находится Тот самый санаторий Ну-ка, давайте посмотрим Поиск Гетконтакт Тот самый Гетконтакт Вот здесь тот сам пляж Сейчас мы здесь с вами развернемся И я покажу дорогу от пляжа От ближайшего до Микрайна Донская Значит так, смотрим Что там у нас Гаишнику фиолетовую нанос Так же, как фиолетовую машину На которой припаркованы вот по желтой линии Здесь парковка запрещена Потому что здесь, видите, кусочек тротуара И у нас, получается, машина стоит Прямо именно на тротуаре Соответственно, если он посетитель вот этого То здесь есть отдельная парковка Вот с левой стороны Значит так, историю Мы смотрим с вами Аллах, запрос Номера Ладно Кто-то нас запрашивает Сейчас посмотрит мои теги И потом, сейчас, думаю Она возьмет и переобуется Потому что обычный человек Который хочет продать дом Он обычно сразу перезванивает Пускай, да, дом стоит недорого Девятнадцать восемьсот Что у нас здесь написано Продам шикарный дом Новый инструктор Дом построен на качественных материалах Все центральные коммуникации Вот так вот можно пройти Алло Да, вы по дому звонили Добрый день, меня Андреяна зовут Да, Максим, очень приятно Вопросы, какой дом вы подбираете? Да, очень приятно То есть ни объектов, ни цен По Авито, по Сочи К сожалению Так работает рынок Так у вас же объявление на Авито Я понимаю, что объявление на Авито Но еще раз говорю Рынок Сочи так устроен уже 12 лет Что там реальных объявлений нет Цены все фейковые Объекты тоже Поэтому если реально что-то подбираешь Я могу проконсультировать Показать реальную базу объектов Если бы не в Сочи Ну я просто посмотрел В Абилине на Плеханово У меня устраивает, что там недалеко пляж И в принципе дом, да Немножко морально устаревший Но в принципе Поэтому думаю И цена более-менее нормально Адекватная 20 миллионов А вы на какой бюджет На 20 миллионов рассчитываете? Ну да, 20 миллионов Но это будет не на побережье дом Это будет в горах Предложение И то без отделки 20 миллионов Есть такие варианты Но это будет 15-20 километров от моря Предложение В бюджете ваше 15-20 километров от моря Угу Я просто не могу понять А вот объявление позвонило на Авито Вот Вот Максим Я вам объясняю Что объявлений на Авито Реальных нет Рынок Сочи 12 лет работает С маркетинговой рекламой Фориковой Понимаете? Единственный регион Единственный город Красивые картинки Красивые цены Но это не реальность В реальности Этих предложений нет Угу Поэтому если вы рассчитываете На какой-то определенный бюджет Я могу вам Направить реальные предложения В вашем бюджете На WhatsApp А как я могу быть уверен Что вы меня не обманете Вы же обманули Вводите людей в заблуждение На Авито Ну Как я могу вам доверять После этого Я могу вам Хорошо Хорошо Я вам предлагаю Могу назначить вам Видеосвязь В Zoom Или в WhatsApp Мы посмотрим с вами Реальную базу объектов Прямо в компьютере Посмотрим с вами Реальную базу объектов По-другому никак Куда бы вы ни звонили Вы будете натыкаться на фейки Вы не найдете Вы не найдете реальных предложений Так устроен рынок Сочи Это только закрытые базы объектов Я 17 лет занимаюсь С недвижимостью Поэтому я понимаю Да, что Вроде как Начинаем с обмана Но так вот К сожалению Мы уже работаем 12 лет Так все работают? Так все работают Да В Сочи Так работают все К сожалению Сейчас Москва Так же работает Питер Бывает Так же Такие же предложения Выставляют Все Любой сайт ЦА, Навита Домклик Все зафейковано Реальных предложений Вы не найдете Только если мы посмотрим Закрытую базу объектов Я просто подписан На одного Смотрите Подписан на одного Из блогеров Максима Коломейцева Он показывает Да Я смотрю Ценность сильно отличается У него Почему-то у него там цена Почему-то Дома там 50 миллионов 60 Там Конечно По 20 миллионов Есть 100 миллионов 200 миллионов Но я думал Что просто Он берет И сверху Ставит свою комиссию Например Дом стоит 20 миллионов А он продает За 50 миллионов И поэтому Он передвигается На Porsche Cayenne Живет там В центре Сочи И так далее Я поэтому Решил перепроверить Думаю его Потому что смотрю Вроде картинки По Яндекс Поиску сделал Меня как раз Вывело на Авито Просто я видел Такой дом Он снимал Но там цена была Какая-то там Ненормальная Там около 400 миллионов И думаю Перепроверить Думаю Может быть Он просто Охеревший По-русски говоря Максим Коломейцев Во-первых Давно уже В недвижимости Во-вторых Он раскрученный Блогер Безусловно О том Что у него там Свой дом И так далее Мы все можем Говорить Не факт Что это так Ну да Ездить на Порше Я тоже езжу На Мерседесе А что это Говорит о том Что Профессиональный Чек работает Но это не значит Что он комиссию Сверху накручивает К дому 20 миллионов Миллионов рублей Правда небольшой 100 квадратных метров С видом на море И так далее И он говорит Что цена низкая А я ему взял В личной переписке Отправил все эти Ссылки на объявления И он говорит Что это фейки Что вас разводят Ну я решил вам перезвонить Правильно сказал Да Правильно сказал Так и есть Я вам так же говорю То есть Вам нужно просто Посотрудничать С реальным специалистом Ну Которого вы выберете Соответственно Это могу быть Именно я Десять тысяч Вилтору в городе Вот И пожалуйста Как говорится Выбирайте И работайте С реальной базой Хотите в зуме Встретимся В ватсапе Я покажу вам Прямо открою базу При вас И покажу Какие цены Что вы можете приобрести А почему А почему он Тоже фейки не делает Для того чтобы К нему обращались Привлекали Почему он не делает Он тупой что ли Почему Откуда вы уверены Что он не делает Эти фейки Он так же и делает Как и мы Ну просто я смотрю У него всегда Цены реальные Там у меня друзья Его порекомендовали А я посмотрел Думаю нифига себе Думаю они у него Покупали Сказали что Что говорит Видеоролики То по факту И есть Но я просто решил Перепроверить Потому что думаю Что у меня друзья Просто взяли Там повелись Купили там дом Себе за 50 миллионов Черновой Я над ними долго Ржал И все Давайте я вам Свою визиточку На ватсап Отправлю Нет Зачем я буду С человеком Связываться Который обманывает Изначально Зачем мне это Хорошо Бога ради Хорошо До свидания Ну здесь тоже Да Немножко по-другому Все это Такая штука Непонятная Непонятная штука Да Вот Уже прям тяжело Разобраться Во всем этом И я через это Все прошел И прекрасно понимаю Что вам Здесь просто Сейчас Просто вам Мозг сломает Сейчас Еще у нас Эта девочка Скорее всего Будет Перезванивать Я так понимаю Что ее зовут Елена Мой номер Пробивала На Гетконтакте Пробивала У меня Алла Ивановна Алла Ивановна Пробивала Наверное Алла Ивановна Это наверное Та которая Якобы Сидит На сделки В Сбербанке Потому что Здесь вроде Как бы Ну ты видишь В Гетконтакте У меня там Премиум Я вижу Кто Мои номера Пытается пробить Кто там Ставит Какие там Теги Кто как Меня записывает И тому подобное Хотя Основной телефон Да Где более палевно Это вот этот телефон Который у меня 912 Здесь у меня Немножко другой телефон Личный номер Но уже Тоже Этот номер Немножко У нас Спалился 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 И еще раз Спалился Поэтому 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 Посмотрим Что из этого У нас Получится Сейчас смотрите Мы с вами находимся Внизу Донской И знаете Когда вот Говорят про Донскую Что это у нас Логово тех самых Наркоманов И тому подобное Я здесь С вами согласен Здесь есть школа бокса Прям хорошая школа бокса Я в эту школу бокса Ходил Пока не получил Там травму Сейчас думаю Восстановится нога До конца Опять буду ходить Потому что нравится Хорошие тренировки Два часа Олдскульные Три раза в неделю Ты там просто подыхаешь Хотя можешь ходить И пять раз на неделю Цена вопроса Всего лишь Пять тысяч рублей В месяц Учитывая Что здесь Вот тренер Подход индивидуальный По сути Ты ходишь на групповые занятия В группу здоровья Но здесь действительно Тебя напрягает Вот с правой стороны Прям очень сильно тебя Прям реально сильно И получается Что вы реально экономите Потому что вы отдали Здесь есть душевая Все есть Конечно все По олдскульными Там воняет Потым и говном Все Ну например Когда здесь у нас Было наводнение Два года назад Да Небольшое потопление Эта улица У нас заполнилась водой Буквально за 20 минут Соответственно Это низина С правой стороны У нас есть улица Виноградная Куда все Сплывает Эта гора И здесь соответственно У нас есть Выскогорный Тимирязево И так далее Тоже куда все стекает Поэтому здесь Как бы ровно поверхность Вроде бы один большой плюс Да Но есть соответственно И определенные минусы Например Вот это на себе Ощутили люди Которые здесь живут Именно эта часть Вот эта низина Пострадали Там первые этажи Магазинов И тому подобное И даже у нас Торговый центр Моримол Площадка На парковке Под торговый центр Моримол Она тоже плавала Соответственно Когда ты здесь Ночью проходишь Часика в 9 В начале 10 Или полу-десятого Или в 10 Обычно в это время Я шел с тренировки Здесь конечно трэш Здесь очень страшно Потому что Здесь эти вот эти Полу-наркоманы Полу-еще Вот эти вот Всякие там Вот эти колдыри Здесь есть Но это особенность Старого фонда И особенность Вот данной локации Заключается в том Что Ну здесь По большому счету Квартиры Раньше При советской власти Они же Не продавались Они давались И соответственно Здесь есть Определенные моменты Вот здесь Обычно Вот в этом месте Любят Мы сейчас там С вами Немножко развернемся Любят у нас Хотя вот здесь Так все убрано Блин Даже бутылок Нифига себе Даже бутылок Представляете себе Ребята Даже бутылочек Даже ни одной нет Обычно здесь Вот когда я машину ставил Здесь просто там Трэш Что творилось Тут Ну реально страшно было Я вам серьезно говорю Очень было страшно Потому что Как посмотришь Вроде ты там на спорте Все И даже знаешь Когда там идет Толпа наркоманов Даже тебе Как-то какой бы ты там Не был спортсмен И даже тебе Как-то становится Немножко жутковато Я уже молчу Про всех остальных Понимаете Ну реально жутко становится Ладно Здесь кстати Тоже есть Арт фитнес Наверху Я там ни разу не был Но машину парковал Видел Как там у нас Люди Спокойно Размещаются Сейчас мы здесь Пропустим Всех Проедем Соответственно Здесь также у нас Есть Та часть Где у нас Живут Одни силовики Вот здесь Вот такой дом У них как-то Такой неплохой Соответственно Здесь недалеко Имеется Помимо всего Имеется у нас Та самая Пивная Здесь есть У нас в том числе И раковая Ну не раковая Опухоль Как вы могли подумать Нет Там раки Можно приблизить Также здесь На Донской Хороший магазин Ну я считаю Что вот В центре Сочи Прям хороший Он уступает Магазин По некоторым параметрам Особенно по одежде Там в Догомысе Которая есть Охота и рыбалка Но здесь В Догомысе Есть Именно магазин По рыбалке Здесь вы можете Всегда купить Этих червей Этих самых Там морских Можете там Взять и креветок Там и всего остального На что вам Надо половить Плюс опять же Там Я считаю Что более-менее нормальные Цены Дают вам скидочки Тоже Ну хороший вариант Хороший магазин На Донской Хорошие Приятные девушки Работают Всегда вам могут Подсказать Но я в этот магазин Стараюсь уже Не заходить Потому что Я как-то Не захожу Так я начинаю Заниматься Благотворительностью Начинаю людей Доводить до слез А я все-таки Не хочу доводить Людей до слез Потому что Хочу дарить радость Кто-то скажет Как можно довести Людей до слез Я знаю Что девочки Которые В этом магазине Работают Я знаю Что они уже Наверное На меня подписаны Смотрят Когда кто-то Говорит Что нельзя Поймать рыбу Что вы даете Нам те удочки И так далее Они показывают Мои видеоролики Что я там И ловлю И там Папа у меня ловит Все Просто я тоже Как-то захожу В магазин Это было у меня Четыре раза Тоже Один из Таких вот Моментов Которых я запомнил Это Мужчина Точнее уже Дедушка Может Назаривись К моего отца Заходит Вроде Спрашивает А это почем Он как бы не может Разорваться Потому что Понятно Что пенсия Там может быть 15 тысяч рублей Но это Маленькая пенсия Ну реально Маленькая пенсия И смотрю Вроде то и все Там взял Крючки Такие Которые не очень Хорошие Такое все И смотрю Да А удочка По чем Потом говорит Ну ладно Я пенсию получу Я наверное К вам приду А вот отложить Можно или нельзя Ну и соответственно Я беру Оставляю Девочкам 10 тысяч рублей Я говорю Сделайте пожалуйста Вот соберите Мужчине На 10 тысяч Вот И дайте ему И удочку И леску И все Просто даже не стал Говорю Просто Ей показал Говорит Все давай Говорю И все Вот потом захожу На следующий день Мне надо было докупить Воблеры На форель Маленькие Да И она говорит Блин Говорит Мы все это сделали Говорит Мужчина очень долго Не хотел брать Мы объяснили Что это Так Сяк И так далее Говорит Он там просто стоял Разрыдался Потому что там Ну чужой человек Взял И ему сделал Вот такой подгон Просто я на секундочку Думаю А если бы У меня не было Ну такой возможности Если бы я столько Не зарабатывал Например Как бы папа тоже Пришел бы в магазин Думаю Пенсии в 15 тысяч А там просто Купить удочку Более-менее нормально Это все Там весь комплект Обходится Как минимум Там что-то более-менее Похожее Конечно можно Ловить и на палку Можно ловить Там Не знаю Еще чем-нибудь Но хочется же Как-то комфортно Да Чтобы ты Хочешься Получить удовольствие От уважения И так далее Это у нас Жилой комплекс Грант Хороший жилой комплекс Здесь есть Подземный паркинг В том числе И жилой комплекс Грант Он действительно Интересный вариант Объект построен По федеральному закону Весь 14 И потом уже Второй объект У этого самого застройщика Жилой комплекс Который называется Грант парк Грант Да Здесь есть определенные Конечно вопросы Вопросов больше Чем ответов Но факт Остается Фактом В целом Здесь все Довольно-ки хорошо Вот я вам серьезно говорю Вот за исключением Вот этого верхнего дома Хотя вот мне Вот мой друг говорит Что это хороший дом Просто снаружи Он конечно Выглядит просто страшненько Вот берите пример Вот девочки В одной руке ребенок А в другой Своя соска Где она курит Вот эти всякие Айкосы Так это живем Это у нас пасечная 61 Притом здесь Я не могу сказать Что дешево Стоят Те самые Те самые Квартиры Здесь все Дорого Хотя смотрю Вроде начали что-то Подмазывать Чем-то стали Стараться Заниматься Само собой Здесь есть Гаражи Тоже гаражи На вес золота Благо Они не превратились В жилые гаражи Ну Не знаю Потому что Наверное понимают Что это центральный район И могут там Их немножко Напречь В конце концов Ну Такой домик Страшненький Но все равно Здесь цена Начинается От 230 тысяч рублей За квадратный метр В основном Там ремонты убиты Есть даже Такие деревянные окна Олдскульные Эти Не евро Деревянные окна Простые Но В любом случае Люди здесь живут И По большому счету Этот дом Гораздо будет безопаснее Чем Какой-нибудь Если мы возьмем С вами псевдоквартирник И тому подобное Ну Это факт Здесь Недалеко Школа Ну как недалеко 15 минут Придется пиндюхать с горы Также можешь Заехать с правой стороны И вот здесь Мы с вами видим Прям сейчас Прям хорошо У нас Началось Строительство Того самого Комплекса Который называется То самое Вдохновение Что хорошего В этом комплексе Раньше Это Жилой комплекс Назывался Эльсинор Потом Соответственно У нас Застройщик Куда-то делся Денис Да Его зовут И Все И вот Перекупила Другая компания И сейчас Настраивает По федеральному закону 214 Ой Отражение Отражение Хотел я его заснять Но вот Сейчас только Появились люди Потому что До этого я приезжал Здесь никого не было Вполне возможно Сегодня подъеду И сниму С левой стороны Мы кстати Видели С вами Тоже Жилой комплекс Который построили Наски мировчане Хороший Добротный Жилой комплекс Претензий К нему нет С правой стороны Мы видим С вами Ту самую Прохладную долину Изначально Планировали Что будет Восемь этажей Но что-то Потом пошло Не так С правой стороны Также мы видим Апартаментный комплекс И Сейчас мы здесь Попробуем Все-таки Проехать Может Я уже покажу Таунхаусы Знаете Многие Выбирают Между домом Квартиру И так далее Приходит к тому Что Наверное Лучше взять Таунхаус Но по большому счету Если мы возьмем С вами Те же самые Таунхаусы Таунхаусов У нас особо И нет Ну тогда Мальчик Сейчас Тихо-тихо-тихо-тихо Не воткнись В нас Пожалуйста Если мы с вами Посмотрим То вот именно В этой локации Вот именно В этой локации У нас Есть Таунхаусы Которые построены Именно по Федеральному Закону 214 И действительно Они Прям Ну Такое Оптимальное Соотношение Между Квартирой И домом Притом Таунхаусы Они все Как таковые Видовые Все хорошо Все прекрасно Давайте Мы попробуем Все-таки Чтобы нам Открыли Или Ладно Я уже Таунхаусы Снимал Обзор Сможете Сами Посмотреть Давайте Мы Не будем На это Отвлекаться Ну Здесь Есть Таунхаусы Вот Затем Притом Прям Хорошие С видом Все 200 квадратных Метров Там Своя Територия Даже Есть Гараж У каждого Таунхауса Также Есть Площадка Где Вы Можете Просто Поставить Потому Что Некоторые Кто У нас Покупает Гаражи Используют Не по Назначению Предпочитают Сделать Ту Или Иную Комнату Вот Как бы Так Ну И Позади Нас Скандальный Известный Жилой Комплекс Который Называется Три Капитана И Один Дом Полностью Законно Все Хорошо К другому Дому Есть Вопрос Если Например Мы Посмотрим Сейчас Перед Нами Магнит То На Втором На Третьем Этаже Вы Могли Купить Те Самые Апартаменты Кстати Недорого Стоили Они Там И Там Сейчас Если Не Ошибаюсь Они До Отражение У нас Начинается От Трехста Восьми Тысяч Рублей За Квадратный Метр Минимальная Стоимость Квартиры Начинается От Девяти С Половиной Миллионов Рублей Где Мы С Вами Проехали Ну Соответственно Тридцать Пять Квадратных Метров Вы Можете Купить За Одиннадцать Двести Соответственно Есть У нас И Видовые В том Числе Тоже Можем Тоже С По акции За Одиннадцать Сто Сорок В общем В отражении В принципе По триста Тысяч Рублей За Квадратный Метр По Большому Счету Можно В В Вложиться Но Опять Ж Если Ко Мне Клиент Обращается Ему Нужна Более Менее Нормальная Площадь Квадратных Метров Здесь Цена Двадцать Четыре Миллиона Рублей Это Будет Черновая На Втором этаже Я У меня Клиент Сможет Купить 65 Квадратных Метров С видом На Море В лучшей Локации С ремонтом С техникой С мебелью Все Как обычно Как вы И любите Поэтому Вопросы Есть Определенные Также Есть У нас Видовые Квартиры С видом На Море Например Тридцать Шесть Квадратных Метров На Четвертом Этаже Обойдется Вам Двенадцать С Половиной Миллионов Рублей Такое Тоже У нас Есть С Правой С Правой С Школа Тоже Большой И огромнейший Плюс Если Вдруг Вы Ориентируетесь На Школу Притом Школа Довольненько Неплохая Ребенок Сможет Спокойно Пешком Отходить Школу Здесь Даже Есть Тротуар Конечно Ж Здесь Бывает На Тротуаре Стоят Автомобили Куда Ж Без Этого У нас Ж Хватает Авто Хамов Но Но в целом вот школа с правой стороны и есть. Поэтому, если, например, вы покупаете что-то в этой локации, здесь, конечно, очень много тех самых жилых помещений, но в целом, в целом, в целом, можно что-то такое себе интересное подобрать. Опять же, вот эти жилые помещения, они там уже стоят по 10 лет, там уже все сроки давности исковые от администрации прошли, хотя у нас администрация может не отворить волшебство, она может восстанавливать сроки давности исковые и могут тоже подавать и на что-нибудь рассчитывать. Такое тоже есть. Но в целом, если мы, например, вот именно эту локацию, я тоже не понимаю, вот знаете, вот здесь, получается, на расстоянии 300 метров имеется две школы. Почему бы одну из школ не подвинуть туда дальше, дорогого развлекательного центра Моримол? Если, например, здесь поверено право, здесь имеется такая небольшая церковь. Ну а куда деваться? Церковь есть, от нее никуда не денешься. Вот здесь, например, еще одна школа, да, если мы с вами чуть ниже проедем. Здесь везде старый фонд. Ну вот вечером здесь немножко депрессивно, вот вечером, ну, немножко некомфортно. Здесь даже и разговоров не может быть. Опять же, да, вот откуда эти машины? Это привозит детей в ту самую школу. И, конечно же, у нас мамочки машины вот так ставят. Вот, кстати, еще одна школа. Эта, кстати, школа котируется в разы лучше. Ну, сказать, что здесь прям безопасно ходить, не могу сказать. Вот если только в той стороне переходить эти улицы, потому что здесь, например, если девочка будет переходить на дорогу, блин, но не каждый у нас возьмет и уступит. Ну вот так мы с вами опять взяли и съехали в самый, как говорится, низ. Само собой, если мы берем с вами Донскую, то Донская является у нас лидером по количеству ДТП из всех улиц, потому что здесь никто не хочет лишний километр проезжать. Обычно все поворачивают через сплошную линию, но здесь сплошь дорядом ставят машины непонятно как. Вы тоже все это прекрасно можете всегда видеть. Ну, например, вот мы сейчас с вами видим по автомобилю, который у нас просто берет через сплошную линию просто. И вот второй также у нас в нашем рейте просто берет и поворачивает. Другой у нас объезжает через сплошную линию по встречке, объезжает всех остальных, которые уступают. Из этого бывает здесь ДТП. Один у нас уступил, другой не уступил. Кто уступил, тот спровоцировал, соответственно. Ну, вот как бы так. Гаишники здесь обычно никогда в жизни не стоят, потому что им это неинтересно, потому что когда ты просто поворачиваешь через сплошную линию, ты максимум нарушаешь разметку и все. Как бы это не выезд на встречку, надо путать, да. Например, многие считают, что через сплошную повернул, да, это лишение прав. Нет, это не лишение прав, это всего лишь штраф. А вот если, например, я сейчас эту машину захочу объехать, например, по встречке, то это, да, лишение. А если, например, я разворачиваюсь через две сплошные линии, то это не лишение, это всего лишь штраф. Тоже учите правила дорожного движения. И, соответственно, здесь тоже многие учат и понимают, что даже если их оштрафуют на полторы тысячи рублей один раз за год, то все равно он очень много экономит времени для подъезда к тому или иному. И экономит, конечно же, в том числе и КСМ, потому что там, видишь ли, надо развернуться, там надо то сделать, там нужно это сделать и так далее. Соответственно, вот здесь мы с вами видим остановку Заря. Здесь есть жилой комплекс, который называется Новая Заря. Хороший жилой комплекс, действительно хороший комплекс. Ну, есть момент, что есть гул от дороги, потому что вот здесь, вы видите, да, шумовых отбойников нет, ни сверху, ни снизу, но в целом зато ровненькая поверхность и рядышком есть тот самый магазин, который называется у нас «Магнит». Здесь очень много всевозможных полуфабрикатов и так далее. А вот в этом доме, вот видите, под локацией гораздо лучше, да, у меня есть, говорю, хорошая квартира, хорошая вторичка, 22 миллиона рублей стоит, потрясающий вид на море, предпоследний этаж. Соответственно, там уже облагородили, сделали красивые подъезды, там есть детская площадка, парковка, игровая, там есть внизу, так что, как же, еще детский сад, есть «Магнит» тоже самое внизу, ну, как бы плюсов много. Если же мы возьмем с вами жилой комплекс «Новая Заря», «Новая Заря», он не дешевый, «Новая Заря» стоит реально денег. «Новая Заря», «Новая Заря», «Новая Заря» даже убрали у нас из списков. Нифига себе, а что случилось-то? Что, поругались с «Недексом», что ли? Ну, в общем, «Новая Заря» 50 квадратных метров можно купить примерно за 15,5 миллионов рублей. Тоже в зависимости от этажа. Есть этажи повыше, там подороже, есть этажи пониже. Тут тоже уже на ваше сугубо личное мнение, на ваше предпочтение. Опять же, здесь есть у нас магазин «ДНС», здесь же у нас имеется в том числе и большой выбор тех же самых, там, не знаю, фруктов. Тоже здесь все есть, я покупал здесь. Ну, сразу говорю, с фруктами здесь обманывают жестко, притом очень жестко с фруктами. Можете быть уверены на 100%, вас прям жестко здесь поимеют. Я тогда, помню, покупал, посмотрел, ну, реально, все недовешено. Цены от ВАЛДЫ, потому что, знаете, здесь, что правила дорожного движения, они, ну, как бы в Сочи не работают, да, что, например, мы, если с вами возьмем, например, вот правила торговли, или, например, тоже здесь не работает. Понимаете, по правилам торговли у тебя должны быть ценники, сзади должна быть печать, у тебя должна быть дата, должна быть роспись, ну, все как положено, да, так должно быть. Как бы в других городах за это бы взяли бы просто огромнейшие штрафы, понимаете? Ну, реально взяли бы огромнейшие штрафы. Кстати, здесь есть с левой стороны парковка, но все поворкуются как им угодно. Здесь же наоборот, да, что здесь с гаичником по барабану на все, что и администрация здесь по барабану на все. Очень трудно в Сочи найти себе, например, те же самые, как бы, чтобы были фрукты, овощи, и чтобы на них, соответственно, были те самые ценники. Ну, реально, не просто сложно, но просто невозможно. Это вот тоже суровая, суровая правда жизни. Теперь, что касается в целом, да, если подвести итоги по микрорайону, который называется Донская. Да, раньше про Донскую очень много было разговоров, там, наркоманы, и я могу сказать, это не случай, это так оно и есть. Действительно есть и наркоманы, действительно есть и всякие, не знаю, там, ну, все есть, всего хватает, понимаете? Но факт остается фактом. Если вы берете новостройку где-нибудь там, да, вот, тот же самый Гранд, там, Гранд Парк, если вы берете себе, там, например, тот же самый Меридиан, если вы покупаете себе новую Зарю, в конце концов, если вы покупаете, например, на горе, там, где мы посмотрели, Балкан, то, конечно же, такого соседства у вас не будет. Но если вы предпочитаете купить какой-нибудь откровенный такой старый, прожонейший фонд, еще от настоящих, так сказать, прожонейших, да, местных, все, то у вас соответствующий контингент в окружении будет. Здесь даже и разговоров не может быть. Ну, в целом, например, чем мне нравится Донская, ну, например, на общественном транспорте, с Донской можно в любое направление спокойно уехать. Это большой, огромнейший плюс, серьезно. Например, то, что есть тротуары, да, смотрите, тротуары с левой стороны, с правой стороны, тоже большой плюс. Ну, минусы вот именно вот в старом фонде, ну, конечно же, контингент меняется с годами, однозначно меняется больше, там, за спорт и так далее. Вот, например, у меня друг Евгений, да, он живет, например, на Сергея Поля. Ребенок у него ходит в школу на мамайку. Но, например, спортивную секцию на бокс, у него ребенок ходит именно на Донскую, понимаете? На Донской очень много открылось тех самых, извиняюсь, спортивных залов. Есть прям, говорю, прям такие, есть спортивные секции, действительно крутые все. И, по большому счету, в принципе, от того, как вы влияете на своего ребенка, да, какие вы ему привязываете ценности и тому подобное, все равно таким ребенок и будет. Например, я вот рос в Орске, в окружении, там, у меня, у меня там сосед Жени, да, как бы бывший, там, например, мастер спорта по плаванию, и он взял и умер от передоза. Например, у меня там другой сосед, он там у нас отсидел, да, Димка его зовут, да, отсидел. Другие там еще, там, ну, целая куча, такое было окружение, не самое лучшее, понимаете? Не самое. И бухали там, и траву курили, что только. Ну, я же как-то смог вырасти, да, я пиво первый раз попробовал в 21 год, я вам серьезно говорю. Пиво первый раз попробовал в 21 год. Вот как бы так. Я же смог как-то взять и вырасти, чтобы не материться, да, чтобы уважать старших, уважать девушек, защищать младших. Я же как-то смог, хотя вот все вот социальное, так скажем, окружение, вот это социальное комьюнити, в котором я находился, все говорило о том, что я должен был там, не знаю, закончить свою жизнь где-нибудь там, не знаю, там, где-нибудь в тюрьме, понимаете? Все к этому ушло. Там и ценности там были, там у нас другие, там, и выжили там по каким-то воровским понятиям и там подобное, это блатная романтика, понимаете? Ну, видите, как бы, ну, родители как-то смогли повлиять. И я остался, я считаю, что человеком, да, вырос не скотиной. С одной стороны, конечно, уже очень хорошо. Вот сейчас у нас красный Mercedes через две линии проехал и, получается, пересек у нас, получается, две сплошные линии и проехал вот именно сюда. Ну, бывает такое, бывает, не без этого, как говорится. Сейчас мы с вами увидим. Вы его, наверное, видели, да? Он же не мог быстренько развернуться. Сейчас мы здесь пропустим и попробуем, чтобы он проехал вперед. К этому, кстати, раньше разделительной полосы не было. Это потом додумались, уже сделали. Поставили светофор, но начали образовываться просто ужаснейшие пробки и было решено убрать. Вот тот же самый у нас меридиан. Здесь у нас, вот, просто покажу вам Mercedes. Вот просто через две линии он взял, проехал через две сплошные линии по барабану. Здесь все сплошь до рядом. Вы его можете промотать назад и все это посмотреть своими глазами. Опять же, чем славится улица Донская? Ну, это тем, что здесь очень много рабочих мест. Вы здесь просто вышли прогуляться и уже устроились на работу. Само собой, это будет у нас, либо это будет сочинский мясокосерный комбинат, либо будет у нас хлебокомбинат, либо у вас вы устроитесь продавцом мебель, либо вы там устроитесь тем же самым, например, окончиком, либо вы устроитесь грузчиком, либо вы устроитесь еще, ну, здесь вот, либо вы устроитесь поваром, здесь есть и столовые, и все 33 удовольствия. Здесь, в принципе, есть все. Дальше у нас идет тот самый торговый, рассказательный центр «Маримолт». Там не поедем, потому что там пробка какая-то образовалась ни с того ни с сего. Также, вы видите, по Донской, можно встретить и спортсменов, которые бегают. Ничего там тоже плохого нет. Хотя мне по Донской тоже бегало, но мне не нравится, потому что здесь загазованность есть. Здесь очень много автомобилей. Также здесь вот эти всякие рынки есть. Вот, знаете, как-то он на Донской живет, он как бы работу себе найдет, да, прям близко от дома. Буквально там за, там, не знаю, там, тихо-тихо, ты что, солнышко, ты что, нельзя так делать. Он найдет себе, ну, работу очень быстро. Потому что вот в этом месте, вот в этом пятаке работы, как говорится, как у дурака-махорки, понимаете. Я вам серьезно говорю. Это вот правда. Здесь очень много строительных материалов. Например, где бы вы ни жили, например, хоть в Адмире вы живете, хоть в Дагомысе, вы все равно поедете на Донскую и будете здесь выбирать себе тот самый материал. Например, я тоже себе на Донской брал обои, когда делал ремонт в своей квартире. Также я, помимо всего, брал, там, не знаю, там, ну, все, утварь, там, всякие, там, не знаю, двери, все, все брали мы на Донской. Как бы, как ни крути, и здесь, если вы будете просто гулять по магазинам, везде написано требуется, требуется продавцы, требуется то, требуется это и так далее. В этом месте, ну, реально очень много работы. Именно работа такой, которую вот можно получить, там, без образования, можно, там, получить без должного опыта и так далее. Потому что, если мы берем, например, центр Сочи, то там, в основном, это такое, да, там требования немножко другие, там, в основном, все эти агентства недвижимости, еще что-нибудь. Это всякая такая дичь такая. Здесь же вот, ну, просто обычная работа есть, там, конечно, там, парикмахеры требуются, понимаете, там, там, специалисты ногтевого сервера, там, тоже требуется. Ну, работа есть. Во всяком случае, работа, она будет, как бы, не меньше, чем, например, вы, например, бы рассмотрели бы, ну, например, для себя в своем родном городе. Только оплата у вас здесь будет выше. Здесь, да, проживание в Сочи обходится гораздо дороже, чем, например, в любом другом городе России. Потому что, все-таки, здесь и даже можете посмотреть по автомобилям, все-таки много хороших автомобилей и так далее. Ну, и, соответственно, аналогичный у нас район, это дальше Заречный, тоже я его для вас снимал. Ну, есть моменты, да, вот, если, например, в микрорайоне Донская у нас хотя бы немного, но есть, например, новостроек там подобный, то в Заречном районе, но этого ничего нет, понимаете. Заречный район, да, он относительно ровненький и так далее. Алло. Привет. Привет. А что опять проехал, не зашел? Да, я снимаю обзор про твой любимый микрорайон, который называется Донская, и рассказывал про ценное образование, позвонил тем же самым риелторам, которые у нас фейки, фейкометчикам, троим позвонил и так далее. Ну, так вот, больше. Хотел с тобой снять обзор Донская, но что-то, думаю, вдруг ты занят, поэтому не стал тебя напрягать, думаю. Нет, я свободен, в следующий раз звоним. А что в следующий раз? У меня сейчас психолог будет через час, я потом освобожусь, могу заехать и снимем какой-нибудь другой обзор. Нет, сейчас-то я уже уехал, сейчас вот я сижу, скучно уехал, надо жену в Загомыт отвезти к врачу, заодно спрошу у тебя, думал, вот ты Дон пару раз, вот этот Сергей Поле, который снимаешь, вот два домика, сейчас по хорошей цене, высшие дома, которые мои друзья построили, помнишь, горная армия, такой красивый. Там надо кому-то заранее звонить или можно приехать, отснять, так думаю, пока прибыль есть для своего. Нет, я тебе дам Оксану, да, Оксане нужно. Я тебе дам... Она должна подъехать или... Да, но у нее на эксклюзиве... Или обезти просто как зайти? Нет, там, ну обычно подъезжает, там кто сверху ремонт делает, обычно у них ключи. Но я тебе дам контакты, ну дома хорошие, не знаю, почему они не продаются, просто понимаешь, иногда смотришь, люди покупают такую откровенную дичь, а эти два дома, хай-тек за 30 миллионов, эти за 35, в Недвиксе они стоят на 10 миллионов дороже, и тот, и тот, а так реально цена 30-35 миллионов рублей, и, соответственно, там я дам тебе телефон Оксаны, она подъедет и сможешь... Слушай, пожалуйста, я сейчас жену просто к остеопату повезу, везу к Дагомысу, а у меня час-полтора свободно будет, думаю, как раз... Слушай, а почему ты везешь в Дагомыс? Что, в Сочи нету, что ли? Ну, в Дагомысе кого-то нашла, не знаю, Макс. Мне куда сказали, вот я даже, честно говоря, допустил этот момент. К остеопату в Дагомыс едем. Скажи, пожалуйста, что с апартаментами? В Хосте продаем? Нет, не в Хосте, не в Хосте. Блин, хорошие цены какие? 300 за квадрат? 200? Нет. А сколько? 300 плюс 200. 500 тысяч за квадрат, да? Сделаю тебе, сделаю. Нет, вот в которой у нас парковка переделанная, парковка. Что там пока? Тишина? Не по телефону. Хорошо, понял. Не по телефону. Ну, ты меня первым маякнешь? Ну, да, конечно. Все, ясно. Ладно, давай, сейчас я тоже сюжет доснимаю, и потом тебе уже наберу. Сейчас сюжет доснимаю. Ага, скинь, пожалуйста, номер. Да, конечно, скину, давай. Спасибо, давай. Разно. Вот риэлторы, которые варятся в этой кухне, они понимают, что предложения, которые я показываю, которые никто другие не могут показать, они действительно крутые, там цена очень хорошая, да, и действительно ниже рынка, особенно, который на Сергея Поля, есть два дома, которые мне понравились, просто большая площадь, крутые. Не буду говорить, вот в этой локации есть апартаменты интересные, они будут продаваться с ремонтом, с техникой, с мебелью, и это, наверное, то единственное новое, что есть. Соответственно, вот мы сейчас с вами едем по Заречному району, вот в Заречном районе есть определенные минусы. Это тоже специфический контингент, например, с левой стороны у нас имеется, например, тот же самый, там, например, там сквер, ну, там всегда, вот я что приезжал, что два года назад, что три года, что год назад, с утра, конечно, люди, которые здесь, например, арендуют квартиры, там могут наблюдать страшное зрелище, ну, реально страшное зрелище, потому что вот этих вот и наркоманов хватает, всего хватает, потому что особенностей, потому что очень много старого фонда, и, само собой, здесь тоже вот вопросы есть. Соответственно, само собой, здесь мы проехали ту самую клинику Армет, мне не понравился там подход, ничего, ну, например, женатого ходят именно определенным узким специалистом. Например, когда я обратился с сердцем, когда у меня там была межреберная нервология, да, мне там столько всего прописали, на самое главное ИКГ, например, не сделали. Ну, такое тоже есть, да, там, как бы на вымогание денег и тому подобное. Само собой, платные клиники, они стараются тебя доить, 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 еще раз доить. Но в целом, в целом, в целом, как бы, все равно многие об Армиде отзываются хорошо. Что я был в Екатеринской, тоже про Екатеринскую, тоже ничего не могу плохого сказать, тоже там довольно-таки, ну, все неплохо, серьезно говорю, неплохо, честное слово. Но, опять же, может быть, это мне везло, да, но обычно в Екатеринской я делаю только МРТ, например, само собой, оперировать ногу я там никому не доверил, потому что есть для этого хороший врач, которого зовут Тигран. Мало того, что он мне сделал операцию, я считаю, очень круто, сделал все классно, да. Мало того, что он сейчас делает моему другу операцию там с плечом, чтобы на секундочку моему другу... Ничего себе, ты встал возле... Например, моему другу, например, в Москве насчитали операцию 1,2 млн. Там с плечом сложная операция, прям реально сложная. А, например, в Сочи ему делают за 80 тысяч. Ну, вы понимаете разницу? 1,2 млн. и 80 тысяч, вы понимаете? Вот так вот. Поэтому, как бы, что-то может быть в Сочи и дешевле, что-то может быть. Здесь тоже есть у нас поликлиника, тоже. Это как-то жену возил, как бы, потому что, ну, это святое, как говорится. Ну, и вот здесь тоже у нас, вот видите, заречный район, как бы... Мне заречный район нравится, ровненькая поверхность, все хорошо, все прекрасно. Ну, здесь всего лишь есть пару домов, которые вы можете рассмотреть. Всего лишь пару домов, что-то похожее на новостройку. Все остальное, это печальный старый фонд. Хотя, я говорю, я здесь родителям искал квартиру, прям кровь из носа, хотел, думаю, что-то такое хорошее взять. Но ничего хорошего я в тот момент не нашел, поэтому пришлось взять убытку. Потому что заречный район, он по-своему хороший, если закрыть глаза на подъезды, да, в этих домах, если закрыть глаза на соседи, если закрыть глаза на отсутствие парковок, если закрыть глаза прям на все, на все, на все, на все, то в целом получается очень даже хорошо. Но когда ты берешь и уходишь в свои квартиры, да, там, с низкими потолками, два с половиной метра и так далее, и ты берешь, уходишь в этот сам подъезд, думаешь, е-мое, ну, как так? И ты понимаешь, что никак в жизни ты с подъездом не сможешь побороться, как он был таким вот подъездом, конченным, по-русски говоря, таким он и останется. Это суровая-суровая правда жизни. Если, например, мы попробуем с вами посмотреть, что же здесь такого интересного можно купить, ну, например, по квартирам, да, по старому фонду, ну, например, как обычно делаем, да, понравилась локация, мы выбираем с вами недвижимость и показать, да. О, блин, нифига себе, чуть девочку не сбил, нифига себе, как говорится, нефига отвлекаться. Ну, и здесь, конечно же, есть три объявления от 20 миллионов, ну, к примеру, есть три объявления от 8-4 миллиона. Соответственно, апартаменты 17 квадратных метров, 8-900, апартаменты тоже, давайте, не будем на это делать акцент. Ну, кстати, более-менее правдивый ценник, хотя вот здесь тоже два варианта от 9,5. Ну, смотрите, однокомнатная квартира, 29 квадратных метров, четвертый этаж из 5, 9,5 миллионов рублей. Аналогичная квартира, но с более-менее нормальным ремонтом, соответственно, это Гагарин 22, уже 13,5 миллионов рублей за те же самые 32 квадратных метра. Поэтому, да, с ремонтом они все равно здесь недешево стоят, страшные. Ой, е-мое, за 9,5 это просто трэш, ой, е-мое, нифига себе. Также, конечно же, есть у нас однокомнатные квартиры здесь за 9,300 с сервантом от бабушки на втором этаже. Ну, предел 10 миллионов здесь можно купить в старый фонд, но если что-то захочется более-менее хорошее, что-то захочется прям хорошее, то, извините, придется раскошелиться. 47 квадратных метров на втором этаже с конченным ремонтом 14,5 миллионов рублей. Ну, вот такие вот цены. И это, кстати, уже похоже объявление на более-менее правдившное, правдившное объявление. Ну, вот тоже есть квартира, 170 квадратных метров. В 14 этаже с 17. Вроде 37 миллионов, вроде нормальный адекватный ценник. Ну, когда у тебя всего лишь три фотографии, это у тебя, соответственно, уже какие-то вопросы возникают. Вот, например, трехкомнатная квартира 45 миллионов рублей в этом же доме, да, уже что-то похожее на правду. Да, похоже на правду. А, стоп, так это квартира, которую я снимал здесь за 40 миллионов, а ее разместили за 45. Серьезно, что ли? Да ладно. Ее разместили за 45. А, компания, недвижимость. Думаю, нифига себе, думают, вы даете. Я снимал за 40 миллионов, а вы разместили за такие интересные деньги. 67 квадратных метров, 20 миллионов. Но это, получается, второй этаж в пятиэтажном доме. Там ремонт просто жесть, трэш. Ну, такие цены, да. Тоже, как бы, цены такие не низкие, ребята. Но, опять же, не каждый из вас готов купить себе квартиру в старом фонде. Ну, реально, не каждый готов купить себе. Ну, и, конечно же, тоже те же самые фейков. Очень-очень много. Есть, соответственно, за 5600. Одна фотография, 5600, квартира, студия. Агентство недвижимости, не будем туда звонить. Мы все-таки попробуем по частникам сориентироваться. Ну, вот, 123 квадратных метров, 85 миллионов. Это такая нормальная, адекватная цена. Ну, и то, опять же, 23 квадратных метров, это будут балконы. Да, 85 миллионов, это, да, нормальный, как бы, ценник. Ну, как бы, для вас восприятие не нормальный, но нормальный с точки зрения, вот, если, например, смотреть по объявлениям, конечно же, да. Если вы видите, что вокруг все, вокруг все, получается, квартиры стоят 15-20 миллионов рублей, и тут квартира выскакивает за 4 миллиона рублей, ну, и дорогу понятно, что это будет фейк. Например, вот, в старом фонде, например, однокомнатная квартира, 44 квадратных метров, 18 миллионов. Это нормальная, ну, как бы, обычная цена. Но в этом же доме, к примеру, если мы смотрим трехкомнатная квартира, 148 квадратных метров за 26 миллионов рублей, то это фейк, это, ребят, развод. Вот, как бы, так. Ну, Заречный район все равно, как бы, он у многих пользуется спросом, потому что это ровненькая поверхность, это, в конце концов, плюсов больше, чем минусов. Здесь даже и разговоров не может быть, но, соответственно, есть определенные вопросы к той самой недвижимости. Заречный район, он все равно, как ни крути, я до последнего думал, что будет реновация, что здесь, наконец-то, построят более-менее хорошие, красивые дома и так далее. Ну, до последнего надеялся. Ну, и по большому счету, нет. Сказал нас мэр города, что Заречный район не будет трогать, какие дома там есть, а эти дома там и останутся, никакой там не будет, ну, не знаю, там, той же самой реновации, ничего. Ну, есть моменты, конечно же, хотелось бы, чтобы Заречный район немножко преобразился, не знаю, там, ну, убрать те же самые пятиэтажки, поставить те же самые, не знаю, там, поставить те же самые варианты тех же самых каких-нибудь домов, чтобы там были с парковками и тому подобное. И это действительно было бы круто, это было бы классно. А так, по большому счету, мы с вами что видим? А мы видим с вами не что иное, а как, не знаю, ну, что-то не то. Вроде бы тротуары есть, вроде все есть и так далее. Например, вот если мы возьмем с вами тот же самый, например, не знаю, там, тот же самый микрорайон Донская, там все равно вы можете найти себе квартиру, например, с тем же самым, например, гаражом, в конце концов, либо парковкой. Ну, есть моменты, есть моменты. Понимаете, по большому счету, если бы Донской взяли бы полностью, да, как в свое время Олимпийский парк, полностью зачистили и по-новому отстроили, было бы круто, да, классно. Здесь же так сделать нельзя. И вроде бы у нас там появляются те самые новые, современные, красивые дома, но при этом, при этом, чтобы вы понимали, есть определенные вопросы, именно вот какое у нас соседство, ну, организуется, да, образовывается, точнее, не организуется, образовывается. И здесь ты понимаешь, что, блин, ну, вот, видите, через две сплошные линии, по барабану кому, просто захотел повернуть. И здесь сплошь рядом. Говорю, что вы захотите купить фрукты, попробуйте, наверное, на фабрицу прийти. Да вы, наверное, одного ценника там не увидите. Все от головы. И здесь то же самое. Правила дорожного движения, там, двойная сплошная линия. Да какая двойная сплошная линия? Да нафига я буду ехать разворачиваться, потому что я лучше через две сплошные линии возьму, да проеду. Понимаете? Вот как бы здесь все вот так вот, ну, в Сочи, все вот так вот, да. Разгильдяйство, конечно же, в Сочи есть на каждом месте, да. Вот так вот кто-то, если захочет взять, например, и развернуться, они скажут, ты дурак, что ли? Скажут, ты нафига так делаешь? Потому что, да, сложно, понимаете? Вот здесь, если бы этой машины не было, мы бы с вами взяли бы и спокойно бы развернулись. Но здесь же так не получается, по большому счету. Почему не получается? Ну, потому что таксист тоже у нас так встал, как боженька. Красавчик. И получается, что проще взять, проехать через две сплошные линии. Раз, и все. Я не ной, просто я говорю то, что мне немножко не устраивает в том же самом прекрасном городе Сочи. На этом, ребята, я буду с вами прощаться. Вам всем прекрасного настроения. Вам всем добра и пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.